Директора компании «Империя» Наталью Беленогову, организовавшую работу ночного клуба, если её вина будет доказана и грозит до 10 лет лишения свободы. По факту трагедии возбудили уголовные дела по четырём статьям. Помимо Беленоговой задержан 23-летний мужчина, который подозревается в использовании петарды в кафе, что и привело к возгоранию. Евросоюз будет выдавать бюджетную помощь Украине на 23-й год с суммарным объёмом 18 миллиардов евро в виде очень льготных кредитов. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии по итогам телефонного разговора её главы Урсулы Фондер-Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского. Фондер-Ляйен также пообещала предоставить максимальную помощь Киеву по подготовке к зиме, а также в продлении зерновой сделки с Россией, которая истекает во второй половине ноября. Еврокомиссия представит свои предложения по плану финансовой помощи Украине на 23-й год. На следующей неделе сообщила Фондер-Ляйен. У России есть косвенные подтверждения того, что СМС-сообщение «Всё сделано», отправленное от экс-премьера Великобритании Ли Страдс госсекретарю США Энтони Блинкину касалось подрыва на северных потоках. Об этом заявил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин в программе «Москва, Кремль, Путин» на телеканале «Россия». При этом Нарышкин отметил, что СВР нужно продолжать предупреждать внешние угрозы. В конце сентября компания «Нордстрим» сообщила о беспрецедентных разрушениях на трёх нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Вооружённые силы Украины попытались атаковать позиции российских вооружённых сил в Луганской Народной Республике и в Харьковской области. В результате вооружённые силы России уничтожили 200 украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено до 250 украинских военнослужащих и националистов. Два танка, четыре боевые бронированные машины, реактивная система залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка и 12 автомобилей. Кроме того, в районе населённого пункта Красный Лиман, Донецкой Народной Республики, в результате высокоточного удара ВКС России уничтожено до 100 боевиков на сформировании и иностранных наёмников, в том числе около 40 наёмников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин. На Южно-Донецком направлении огнём российской артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Павловка, Новомихайловка и Времёвка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, одна боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаупицы М777 производства США. На Николаево-Криворожском направлении противник силами...